Мы люди часть природы и несомненно ее нужно любить и беречь, понимать. Помогают нам в этом биологи. Они изучают все аспекты жизни, включая множество дисциплин. Каждая из этих областей имеет свои уникальные методы исследования и цели. Новые открытия и технологии позволяют ученым получать очередные знания на Земле и за ее пределами. В России отмечают праздник, посвященный биологической науке. Это не только внимание для ученых, но и возможность показать свою любовь к природе и принять участие в защите ее интересов. И сегодня в гостях в нашей студии Россия-24, кандидат биологических наук, лауреат премии Японского экологического общества Али Кипкеев. Здравствуйте, Али Магометович. Здравствуйте, Альбина. Расскажите о том, как вы получили эту премию и есть ли у вас еще публикации. Ну вот, если начать рассказывать про саму премию, то премия была получена после написания статьи. И сама работа у нас велась в Тибридском заповеднике. Есть такой высокогорный научный стационар. Ему около 50 лет. И он практически единственный на земном шаре, можно так сказать, да, где изучается альпийская растительность. И я, будучи аспирантом со своим научным руководителем Анипченко Владимиром Гертрудовичем, заведующим кафедрой экологии, мы поднялись в январе, зимой, откопали хохлатку из такого растения, которое приспособилось выживать в тех суровых условиях, оно начало пускать корни в снег. После того, как мы это обнаружили, выкопали это все. И это было у нас 7 января проходило, 13-го года. Сложно было? Холодно? Ну, мы как раз попали под такой снежный плен большой, была буря. Мы подняли, разбили палатки там наверху. Помимо всего, я занимаюсь альпинизмом. Эти навыки мне очень хорошо помогли. Вот, и мы откопали эти корни, спустили вниз, отдали в лабораторию, промыли. Лаборатория доказала, что это корни. И после опубликации этой статьи, и, кстати, нам вручили награду в 2014 году, и в этом году как раз получается 10 лет этой самой награде. Это было мировое открытие в области ботаники, что вот первое нами было выявлено, что растения, так вот, в снегу есть корни, и они там питаются Н15, ну, тяжелая форма азота. Вам было приятно, вы были тогда еще молодым ученым, вдвойне, наверное, да? Ну, вдвойне, да, приятно. И в тот момент, когда было объявлено, что мы выиграли, я находился в МГУ в университете, мы сидели заведующим кафедрой со своим научным руководителем. Когда он мне сказал, я сначала, ну, да, вроде хорошо, как бы. Потом, когда начали приходить в кабинет там с университета, с факультета, начали поздравлять академики наук, там, и тогда я понял, что это очень хорошо, это масштабное такое событие. А есть ли у вас еще публикации? Ну, в этой сфере, да, конечно, у меня там более 15 публикаций. Планка успеха десятилетней давности задана высокая, вами же. Сложно ли дальше потом работать? Ну, знаете, тут вопрос несложно, тут вопрос, ты понимаешь, да, вот сейчас, в современном мире, да, казалось бы, нету, ну, все все знают, да, все изучено, все подробно, все. И это дало такую дополнительную мотивацию и толчок, то, что, оказывается, есть те вещи, которые, оказывается, еще человечество не знает, да. Один момент – это найти, да, ты становишься первопроходцем, другой момент – этот вопрос расширить и внедрить, в принципе, в науку, да, в науку и с науки уже ввести с прикладной в больше такую практическую часть, да, это большой объем работы на самом деле. Но это, наоборот, дает мотивацию дальше продолжать искать. Расскажите о своем образовании и опыте работ, и где вы сейчас трудитесь. Ну, у меня первое образование – сельхоз, это здесь, в Карачаево, Черкесской Республике. Потом у меня аспирантура – это КЧГУ города Карачаевска. Но я защищался в Уфе, в Башкирии, и работал непосредственно на этом научном стационаре биологической факультеты МГУ в Тиберинском заповеднике. Дальше, вот, после защиты я работал в сфере сельского хозяйства и экологии растений. Потом в один момент мне стала экология, экология очень интересная. Я уже пошел на производственную экологию, промышленную экологию. Это очень довольно интересная вещь, в которой ты не просто борешься, ты сохраняешь природу для людей, потому что все равно есть заводы, фабрики. Сейчас я работаю в Кавказ-Цемент, в службе главного эколога. И в нашу сферу входит контроль воздушного пространства нашего, ну, вот, как бы сказать, бассейн, да, для нас, для экологов. Там качество воды, качество воздуха, и вот мы, в принципе, контролируем весь этот процесс. Работа, не сомневаясь, наверняка интересная, но вы планируете в дальнейшем стать доктором? Сейчас вы кандидат. Ну, знаете, такой вопрос. Я, в принципе, продолжаю заниматься, писать статьи, продолжаю исследования. Вы еще и преподаете, я знаю, в Москве, да? Ну, да, я ежегодно езжу в Москву, преподаю биофаку, МГУ, это экология растений. Вот ежегодно. Там у нас есть самостоятельные работы, небольшие научные работы. Мы проводим вместе со студентами. Там как раз у меня первые и вторые курсы. Скажите, пожалуйста, какая область биологии вас больше всего интересует? Есть ли в этом направлении проекты или же успехи? Что планируете? Ну, знаете, в области биологии то, что я изучаю, это, получается, ботаника, экология растений. И по какой теме я публикуюсь, на самом деле. Ну, вот успех – это награда, это мировое открытие. В принципе, дальше развивать эту тему, потому что у меня несколько таких смежных наук. Сельское хозяйство, биология. Плюс вот сейчас промышленная экология, то, чем я занимаюсь. То есть, в принципе, вот совмещение их, оно интересная штука. И дальше я пошел обучение в Академии Темирязевской по биотехнологии. Вопрос тут как раз того, чего мы достигли сейчас, да, что можно делать в области биотехнологии. И как раз по биотехнологии я вел занятия в Центре одаренных детей в городе Черкесске. Мы с детьми там поставили такие маленькие научные эксперименты. Ну, я думаю, это первые в их жизни. Ну, были... Меня был приятно удивлен, что такие классные дети, интересующиеся дети республики. Это важно наше будущее? Это важно, да, потому что, когда ты работаешь... У меня были большие экспедиции там вот. В Кению мы два раза ездили. Один раз как участник экспедиции, второй раз как руководитель экспедиции. Когда ты все время в экспедициях, все время в работе, ты, наверное, чуть теряешь, что у нас же в республике, да, на самом деле. И это был такой очень приятный опыт работы с детьми. И мне было очень интересно на самом деле. Какие цели вы ставите перед собой в своей карьере? Есть ли планы? Ой, ну, знаете, такой, наверное, такой объемный вопрос. В принципе, то, чем я занимаюсь сейчас, вот промышленная экология, она мне очень нравится. Тоже там вот это изменение в законодательстве. Все время смотришь, все время контролируешь, все время, как называется, держать руку на пульте. И потом дальше, конечно, наука, я ее не забросил. Хотелось бы чуть больше уделять времени науке, да, продолжать, потому что столько всего неизведанного, столько всего еще не открыто, сколько еще стоит, предстоит сделать. И дальше, конечно же, в свое, ну, как, время включить, вот, кроме преподавания, то, что я вот в МГУ преподаю, также проводить небольшие занятия, лекции для детей республики. Али Магомедович, время у нас пролетело незаметно. Спасибо за интересную беседу. Желаю вам новых открытий, новых проектов. Ждем вас с ними в нашей студии. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за эфир, что пригласили. Ну, приглашайте, будем приходить рассказывать. Обязательно. А нашим зрителям желаю успехов и беречь нашу природу, чтобы мы все могли любоваться ею. Продолжение следует...